всем привет ну опять продолжаем мы борьбу с салакой просто очень много салаки подарили вот надо что-то с ней делать ну конечно сначала я рекомендую почистить салаку просто отрезаешь голову убираешь все внутренности или по-простому в кишке примерно делается вот так особо не напрягаясь не сразу все вынимается она достаточно крупно сравнительно крупная конечно и очень быстро все это внимается после этого берем приправы укроп пускатный орех отобьет немножко запах и есть такая финская присыпка для рыбы с обыкновенной на сухари и сметану вот основные наши ингредиенты сухари сметана укроп пускатный орех и финская приправа но не не будет финской этой приправы рыбной но ничего страшного не произойдет можно поимпровизировать какой другой приправы конечно же без лука никуда с чесноком тут уж сами понимаете чистим спокойненько чесночок лук все тоже берется на выпуклый военно-морской глаз как говорится если будет много ну думаю что вы используете продукт наша задача запечь салаку все жареная она достаточно жесткая так и желудка такой продукт а печеная очень нормально полезительно и хорошо берем тефлоновую сковородочку наливаем тут немножко маслом разбрасываем сухари укладываем слой салаки значит есть два варианта укладки можно как бы в стояка укладывать для этого должна быть тефлоновая большая кастрюлька дому или вот таким образом вряд как говорится но мы выбрали вот такой способ ну что нам хватит того чтобы туда сейчас накидаем вот красивенько укладываем салаку то есть сухари и салака первый слой после этого она красавица конечно красивая рыбка одно слово да салака балтийская присыпаем присыпочки вот этой вот для рыбы или можно любой другой который продается в магазине немножко солим после этого выкладываем луком сделаем такой слоеный пирог солим и немного у нас не очень любит соль но тут уж по вкусу как пойдет после этого мы засыпаем все это дело мускатным орехом точнее не мускатным орехом а укроп после этого слой сметаны у скатный орех у нас пойдет уже в конце для того чтобы она делал такую маленькую корочку красивую укладываем сметану после этого чесночок будет хорошая такая приправка слой такой достаточно вкусно все это разравниваем так вот для красоты но приготовление конечно искусство понимаете ну а вот теперь как раз мы немножко мускатным орехом этот мускатный орех вместе с сухарями смешанный он будет давать нам такую красивую красивую корочку вот готово блюдо готовый полуфабрикат закидываем на 30-40 минут в духовку можно даже меньше но я всегда люблю чтобы это уж наверняка прожарилось и в результате получается вот такой красивый пирожок который можно подавать на стол и спокойно есть вот такое дело у нас вот видите красота получилось все пока всем привет и и